Украине не хватает европейского военного опыта. Седут бойцы, вернувшиеся из зоны антитеррористической операции. Менять надо все – амуницию, оружие, защиту и начать применять современные технологии. Виталий вернулся из зоны АТО, где пробыл два месяца. Рассказывает, главное, чему научили командиры – это быть сплоченными. Нам помогли навыки наших командиров, которые побывали в многих точках и также выполнили разные боевые задачи. Они нас подготовили до этого, хотя все части Украины и вообще Украина не была готова до такого перебега событий. До отправления в зону АТО Владислав два года служил в воздушно-десантных войсках по контракту. Но тогда прыжки с парашютом были лишь учением. Никто не был до этого готов. И когда первый раз нас заблокировали, тогда мы уже поняли, что это уже не учение. 20-летние ребята, которые вернулись из зоны АТО, стали курсантами военной академии. С опыт работы в горячих точках они намерены передать младшим товарищам. Наша задача – это построить новую армию. Мы выбрали, приняли такое решение поступить в військовую академию, чтобы стать офицерами. Потому что фактически на этой войне сейчас строится новая армия, сильная армия Украины. И для нас это честь – передать опыт новому поколению курсантам, которые пришли из школы. Ребята, побывавшие в зоне АТО, уверены, что современные технологии могут значительно помочь в боевых условиях. Десятиклассник Борис разрабатывает прибор для армии, который снизит потери в военных подразделениях. Он будет определять геолокацию солдата. Если солдат получает ранение любой степени и в любую часть своего тела, то прибор, который будет находиться, будет списывать с него биометрические показания и передавать это в Генштаб для выдвижения к нему мобилеской помощи. Проект по созданию прибора находится на этапе опроса. Юному изобретателю необходимы консультации те, кто имеет опыт работы в горячих точках. Таким опытом могут поделиться вот эти 20-летние ребята, побывавшие в зоне АТО. Одни воюют, другие создают приборы, спасающие жизнь. И каждый вносит свой вклад в защиту своей страны. Дарья Сидоровская, Алексей Мороховский, Думска ТВ.